Нанотехнологи С толпой у крошечных трудях Мы победиться имеем мрак Мы создадим без промедления Наноробот Чтобы он мог являя прыть И разбирать, и мастерить И был размерами не более микробов Когда ж мне говорят, знаете, а вы за 30 секунд Объясните, как работает нанотрубка? Понимаете, это невозможно Создавал, так сказать, бог, да, там, от простого, сложного И так далее, и с приемами, которые гоняются в нам Фантастику я люблю Но я пенсионист, поэтому мои фантазии мрачны В последнее время мир буквально живет нанотехнологиями Только стыж вокруг Нанопокрытие, наноробот Буквально помешательство какое-то Что же такое дано? Что особенно в этом слове Что он заставляет говорить о себе Уже более десятилетия Нано по-гречески означает маленький Ну, буквально карлик, гном Маленький такой, человечек, да? Ну, что такое 10 в минус 9 метра? Чтобы оглядеть себе это представить Ну, вот метр, единица измерения длины, да? Во мне немного меньше 2 метров Уменьшим все это в 100 раз И это будет диаметр радужной оболочки глаза Уменьшим это еще в 10 раз Получается диаметр зрачка А вот если еще раз в тысячу это все уменьшим Получается микрон Это очень маленькая единица Ну, красные клейные тельца в 5 раз больше И еще в тысячу раз уменьшим Вот это и будет наночастица Это размер молекулы сахара Наноразмер ученые проскочили Еще в начале 20 века Физики всперевывались на атомный уровень Томпсон открыл электрон Резерфорд, ядроатома Началась атомная и ядерная эра Появилась квантовая механика Физика стала работать с эффектами Которые были совершенно не похожи На знакомую физику Ньютона Аналога в нашем мире нет Почему? В чем трудность объяснения? Ну, вы можете объяснить человеку Да, вот знаете, человек не может выйти в дверь Он, вероятно, будет выходить в дверь То есть он подходит к двери И он там с вероятностью 30% пройдет С вероятностью не пройдет Как это может быть? Ну, электрон себя ведет так В нашем мире таких объектов нет Примерно полвека физики полагали Что на наноуровне Свойские вещества будут такими же Как на микроуровне И бросились изучать мир Более мелкие атомы Их ядра Электроны И только потом вернулись К наноразмерам И тут их поджидал сюрприз На объекты размером от 1 до 100 нанометров В равной степени действуют законы И микро- и макро-мир И когда это осознали То оказалось, что существует много возможностей применения И много эффектов почти больших Вот дело в том, что нано Как раз все почему-то подчеркивают Что это мало Нет Это много Вот наноразмер Это вообще-то тысячи атомов И в этом смысле удивительно Что вот такая штука Которая содержит тысячи атомов Ведет себя Сильно квантово-механически С сильными волновыми свойствами И эти свойства оказалось Ну в эксперименте В лаборатории Можно использовать И собственно из-за этого и начался бум Обнаружилось, что в данных материалах Частица начинает вести себя необычно И как частица, и как волна Материал, который провозил ток Представит это делать Частица может исчезнуть в одном месте И появиться в другом Туннелировать Ну вот представим себе Что мы тренируемся в игре в теннис Бьем ракеткой по мячу Мяч отскакивает от стенки И вдруг в один прекрасный момент Мяч пролетает сквозь стенку А стенки при этом остаются Как бы целые, не нарушенные Никакой дырки в ней нет Может ли это быть в обычной механике? Нет, конечно не может А в квантовой механике Где микрочастицы обладают Не только корпускулярными свойствами Но и волновыми И размазаны в пространстве подобно волне Такая ситуация вполне возможна Там есть так называемый Туннельный эффект При котором электрон может пролететь Сквозь стенку А стенка останется не нарушенной Первыми нырнули в нано-мир американцы Государственную программу развития нано-технологии Одобрил еще Билл Клинтон Правда, злые языки говорили Что президент своей новогодней речи Поднял знамя нано-тех Только из-за того, что нужно было что-то Противопоставить скандалу Смонии Келевинской А ученые из его окружения Вовремя подсоветились Но чего не знаем, того не знаем Деньги были выделены А остальные развитые страны Решили не отставать от вечной идущей впереди Америки Начался нано-бум с легким оттенком истерии Значительная часть общества почувствовала Что появился очень мощный инструмент Который может очень много чего изменить В нашей жизни И как всегда, естественно, в начале идут оптимисты Которые думают, что инструмент на века И так далее Удивительная вещь На самом деле нано-технологии Использовались еще в древнем мире Дамасская сталь Сотрудники Дрезденского технического университета Установили своими особыми свойствами Дамасский клинок, обязан углеродным нанотрубкам Древнеегипетская краска для волос Французский ученый Филипп Вольтер Обнаружил, что в древнем Египте Для окрашивания волос в черный цвет Применяли не только растительные краски Хну и басму, но и химический краситель Пасту из извести, оксида свинца и небольшого количества воды В процессе окрашивания получались наночастицы глинида То есть сульфида свинца Цветное стекло Древнеримская чаша рекурга Была сделана в 4 веке до н.э. Матовая зеленая чаша становится красной Если ее осветить изнутри Химический анализ показал, что Хотя чаша состоит из обычного Натриево-известково-кварцевого стекла В нем есть около 1% золота и серебра А также 0,5% марганца Для окрашивания стекла и по сей день Используются частицы металла До этого додумывались еще в Древнем Египте Наночастицы металлов Продают свет рубиновым звездам Кремля Косметическим сосудам фараонов И готическим витражам Современные ученые называют эти наночастицы Квантовыми точками Что же это такое? Для того, чтобы представить себе Взаимодействие электронов-квантовой точки Попробуем прибегнуть к аналогиям Мы представим себе, что мы в театре Сцена или арена Это заполненные энергетические уровни Электронно-квантовой точки А в зале, в котором мы с вами Если мы с вами электроны Существуют свободные места И эти свободные места Вы можете заполнить под своему билету Но вы можете пересесть С одного места на другое Чтобы лучше видеть У вас освобождается ваше место Образится, так сказать, дырка И надо сказать, что тут уровни Энергетические гораздо более высокие Чем на сцене И вот это соотношение Между освободившимся местом Дыркой и электронно-квантовой точкой То есть назвали экситон Что означает возбужденный Современные ученые знают Много способов получения квантовых точек Например, их можно вырезать Из тонких слоев полупроводниковых гетероструктур С помощью нанолитографии А можно выращивать в коллоидных растворах За исследование в этой области Российскому академику Жаресу Ивановичу Алферову Была присуждена Нобелевская премия С теорией более или менее разобрались Но что же это дает на практике? Главное физическое следствие из этого Квантовые точки Могут поглощать излучение В довольно широком спектре А излучать его В какой-то одной узкой области Единую диапазон поглощения Длину волны ответного излучения Квантовой точки Можно регулировать Меняя размеры и состав нанокристаллов Квантовые точки Можно использовать для защиты ценных бумаг Например На любой документ Можно нанести секретную комбинацию Квантовых точек Код Код будет светить только на определенных длинах волна И считать его можно будет Только облучив документ Нужной длиной волны Квантовые точки Позволят сделать прозрачные материалы Блокирующие ультрафиолет Ученые работают над дисплеями И компьютерами на квантовых точках Так что возможно Квантовый компьютер Окажется делом не столь далекого будущего Новые технологии Рано или поздно Откроют удивительные возможности В романе автора Секретных материалов Майкла Крайтона Рой Корпорация Ксимос Заключилась с Пентагоном контракт На изготовление роя нанороботов Которые будут работать как камера Для наблюдения с воздуха Роботы эволюционировали И стали использовать людей Как питательный субстрат Самые большие надежды И самые большие страхи Связаны с самыми крупными нанороботами Размером в сотни нанометров Они По идее должны проникать в наш организм И лечить его на креточном уровне Делая нас почти бессмертными Но где гарантия того Что то что используется во благо Не будет использоваться во зло А вдруг эти роботы Выдут из-под контроля И погубят человечество Оказывается сделать часть Фантастических идей реальностью Можно уже теперь При помощи Единичного плоского слоя атомов Углерода графена За открытие которого Нобелевскую премию По химии Получили наши соотечественники Константин Новоселов И Андрей Гейм В принципе Когда я в детстве читал фантастику Там устройство Отображение информации Типа телевизора Разворачиваясь из рулона Какого-нибудь Это сейчас будет возможно В течение может быть 10 лет То есть решения лабораторные Уже есть Но у них недостаточно Для коммерциализации качества Поэтому здесь Графен точно играть роль будет И его производят мешками Хотя смотря какого качества И поэтому для массового производства Таких вот каких-то Панелей Которые требуют проводимости Требуют особой работы с электронами Он будет полезен Мы все знаем про алмаз и графит Природные формы углерода Графит это плотные слои Упакованных шестиугольниками Атомов углерода Если оторвать один такой слой То получится очень тонкий лист Толщиной в один атом Это и есть графен Графен очень прочный Если сделать из одного слоя графена гамак То он выдержит средних размеров кошку Только представьте Пленка толщиной в один атом Выдерживает 5 килограмм Этот уникальный материал Теоретически можно получить даже дома Правда для этого придется добыть где-то кусочек Специально обожженного графита Который используется при калибровке электронных микроскопов Сначала плоские куски графита Помещают между липкими лентами И расщепляют раз за разом Создавая достаточно тонкие слои Среди многих пленок могут попадаться Однослойное и двуслойное Которые представляют интерес Но есть и другие возможности Открыть нано-лабораторию у себя на кухне Самое интересное, что простейшее надо Вещество можно приготовить Дома любого человека На основе довольно несложного химического опыта Вот это у нас нитрат серебра Так называемый ляпис Который применяется для прижигания Ранных грузин инфекции Это щелочь Гидроксид калия Ну и нашатырный спирт Мы берем щелочь И выливаем ее в нитрат серебра Получаем осадок коричневого оттенка Сейчас мы его отфильтруем Затем промоем проточной водой Положим в колбу И добавим на шатыре Видите, осадок растворился Сейчас здесь аммиачный комплекс Неустойчивого гидроксида серебра А теперь было просто Нагреем до 100 градусов Покипятим немного Аммиак ушел Комплекс разрушится Ну на первый взгляд Раствор этот совершенно прозрачный Но на самом деле В нем содержатся частички Чистого серебра Размером от 2 до 10 На 5 нанометров Такая взвесь носит название золя Ну, надо сказать, что серебро Инертный довольно продукт А вот его наночастицы Очень активны Пить, наверное, раствор не стоит А использовать его для очистки В том числе и от плесени Можно Оказалось, что и другие вещества Могут стать эффективной защитой От вредных микроорганизмов Например, диоксид титана Его суспензия убивает бактерии и вирусы А наночастицы диоксида титана Разрушают вирусы гриппа Частицы вещества Налипают на внешнюю поверхность Вирусной оболочки И через некоторое время Вирус просто рвется Ученые даже предложили Использовать это вещество В системах очистки и в музеях Ведь диоксид титана Это отличное белило Титан, золото, серебро Эти металлы в обычных условиях Не проявляют особых свойств Они инертны Но если мы золото измельчим до, скажем так, наноуровня То это становится очень активный химический элемент И, так сказать, золото можно использовать в таких вот В наноразмерах, как катализатор Он катализирует очень много химических реакций и так далее И даже, так сказать, цвет меняется Вот мы привыкли, что, так сказать, золото, там, желтое, там, иногда, так сказать, беловатое и так далее Это когда мы способны измельчить, так сказать, золото до, например, нано, скажем так, размера То цвет оказывается у золота красный Что весьма, так сказать, удивительно Красное золото – это красиво Но это не главное свойство золотых наночастиц Они становятся необыкновенно активны с химической точки зрения А самое главное – они могут убивать раковые клетки Причем эксперимент, который мы проделали на кухне – это школьная программа Сейчас же ученые учатся получать более сложные частицы для использования их на лице Постепенно нарабатываются подходы в диагностике медицинской Есть попытки создания контрастов То есть медицину мы можем принять в расчет, что там будет все хорошо Пытаются делать средства доставки, хотя здесь не так все просто Пытаются делать терапевтические наночастицы Пытаются делать какие-то, не знаю, раневые повязки и прочее Но все, вот эти все слова, они знакомы без нанотехнологий Это поэтому в основном это улучшение И вот как раз миф, что это все панацея Он не прав в том, что это не универсальное средство решения всего Только фундаментальные исследования ведут к технологическим прорывам Банальное вратьевое утверждение, но в случае с технологиями Путь от теории до практики оказывается довольно коротким Сегодня ученые работают над комплексом, который может адресно доставлять лекарства В ткани и органы Возможно, уже завтра именно этот путь приведет к эффективному лечению рака Дело в том, что у нас кроносые сосуды – это микрон Ну, в районе микрона Если начнется тромбирование капиллярной системы, то это очень плохо Соответственно, что может пройти, распилившись по всем тканям, там, где есть вот эти капилляры Могут пройти наночастицы То есть они могут добраться до самых таких уголков Плюс к этому наночастицы, по идее, не хватается фагоцитов, для которых распознавание начинается примерно со 100 нометров Ну, может, чуть выше Поэтому мы можем их даже попытаться распространить в мозг практически гематоэнцефалический барьер И это открывает возможности направленной доставки частиц В книге Грегори Бира «Музыка, звучащая в крови» Один бестолковый ученый попытался украсть из лаборатории нооциты – простейшие биокомпьютеры, созданные из белых кровяных телец Для этого он впрыснул к себе в кровь Там они быстро размножились, обрели разум и изменили экосистему всей Северной Америки После чего эволюционировали еще дальше и перешли в другое измерение Вот интересно, насколько далека реальная наука от этих жутковатых предсказаний наших фантастов Если мы сегодня можем использовать наночастицы для лечения То почему бы завтра мы не могли бы создать наноробот, который, проникая в наш организм, ремонтировал бы его, и тогда бы мы жили вечно Вопросы непрасные, ведь мы уже выяснили, что наночастицы убивают бактерии и вирусы Не опасен ли нанобум для нашего здоровья? Мы среди наночастиц живем очень давно Как только человек возник, самый древний, он уже был среди наночастиц Любой вулкан их плодит в достаточное количество И, конечно, у нас есть защитные средства против них Я даже не буду говорить про нанороботов, которые с ручками, ножками бегают, шевелятся, размножаются и все сожжут Это невозможно ни кинетически, ни термодинамически, ни технически Давайте попробуем мысленно построить наноробота На наноуровне традиционный процессор не будет работать из-за квантовых эффектов Если мы будем считать, что это какой-то кубитный компьютер То мы должны, робот, охлаждаться жидким гелием Память будет терять информацию Парамагнетик становится суперпарамагнетиком И перестает сдерживать потери информации за счет тепловой флуктуации Робот слишком мал, антенна не сможет работать Там освои диапазоны поглощения энергии Не те, которые работают, скажем, на металлической антенне, где работает проволока То есть это много вещества реально, это коллективное поведение электронов в проводнике и прочее Большие молекулы не смогут совершать точные и произвольные движения Как вы заставите молекулы или близкие к высокомолекулярным соединениям образования Вести себя управляемым образом? Мы же можем собрать мечты из отдельных атомов при помощи сканирующего туннельного микроскопа Но на одного неработающего робота уйдут тысячи часов На одного робота, состоящего из 10 тысяч молекул, уйдет, предположим, месяц А таких нанороботов нужны миллиарды Ну, не надо думать, что нанотехнология – это что-то такое высокая материя, оторванная от жизни А она имеет большую практическую пользу Простейший пример Лежит в магазине колбаса Вот такая колбаса в вакуумной упаковке Которая должна ее предохранять от воздуха То есть от проникновения бактерий На самом деле она не очень предохраняет А вот если в структуру полимера ввести нанослои глины То упаковка останется такой же прозрачной, но будет практически непроницаемой для кислорода Есть у нанотехнологичного решения еще один плюс Продукты в такой упаковке можно разогреть в микроволновке, не снимая ее А вот с алюминиевой такие фокусы не проходят, фольга загорится Кроме того, есть еще одна область применения сегодняшних технологий Касающаяся каждого из нас Она жизненно важная в прямом смысле этого слова В ноябре 1991 года в Угульме при заходе на посадку разбился самолет Ан-24 Следовавший из Нижневартовской Стали разбираться, оказалось, что команда не включила вовремя антиобъединительную систему Самолет покрылся толстой полуторасантиметровой коркой льда Потерял управление и упал Погиб 41 человек Случаи такие, к сожалению, нередки Мы помним, как в декабре 2010 года Шеремельский аэропорт был закрыт долгое время Из-за того, что надо было антиобъединительным реагентом обрабатывать самолеты Иначе нельзя было их выпускать в полет Ну, а надо сказать, что главная технология от этой проблемы полностью избавляет самолеты Да еще делает их красивыми Чтобы навсегда избавиться от опасности обреденения Нужно изменить свойства корпуса самолета Оказалось, в этом нам поможет лазер Давно было известно, что будет, если обрабатывать мощным лазером алюминий в воздухе Металл просто сгорит Но ученые обнаружили, если делать то же самое в жуткой среде Луч лазера начнет плавить металл особым образом Часть металла улетит с поверхности, а часть застынет В результате поверхность алюминия станет шероховатой На ней появятся выступы в форме грибочков наноразмера Меньше длины волны видимого света Увидеть изменение рельефа невооруженным глазом невозможно Но отличить модифицированный алюминий от обычного будет просто Мы применяли свойства поверхности, и она по-другому будет взаимодействовать со светом Серебристый алюминий приобретет золотой блеск Если те же манипуляции проделать с титаном, он станет фиолетовым для всяких крапинок Разумеется, использовать такую технологию для покраски самолета расточительно Но возможно, в будущем авиакомпании откажутся от фирменных «Ливри» в пользу одинаковых безопасных золотистых самолетов Мы сейчас, когда запустили проектники, пока в виде проекта с Самарским космическим университетом Речь идет о том, что смачиваемость такой поверхности будет совершенно другой И в этом смысле можно управлять А также есть предварительные результаты относительно того, что наноструктивная поверхность просто не будет обмерзать Например, что очень важно для конструкции летательных аппаратов таких Чтобы обледенеть, кабелька сначала должна упасть на поверхность крыла самолета и прилипнуть И только потом она замерзает На наноструктурированное крыло кабелька падает, но прилипнуть, засыпиться за металл не может Он теперь не смачивается водой, как будто намазанным маслом И каплю сдувает потоком воздуха, и самолет не обледеневает В романе Станистого Лема «Непобедимый» нанороботы самовоспроизводятся в форме маленьких злых мух, примитивных, но способных убивать Миллиардный рой этих мух убивает все живое Но надо сказать, что нанороботы, конечно, нам вечной жизни не дадут, но зато и цивилизацию не погубят Вообще данная технология – это не база для апокалипсиса, сенсаций, ужастиков Это прежде всего кропотливый труд большого сообщества ученых На стыке физики, химии, медицины, молекулярной биологии А какие она даст результаты – это покажет только дальнейшее исследование Чернорабочие для будущего века Нам обеспечат нанороботы уют И если разумом догонят человека Себе подобных, вероятно, создадут Предупредить хочу я вас За ними нужен глаз да глаз Не то внезапного клебнем мы с ними горя Они за несколько минут На всех на части разберут И соберут, возможно, что-нибудь другое Они за несколько минут На всех на части разберут И соберут, возможно, что-нибудь другое Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова